Да ладно, чего бы не стоило, ёб твою мать! Вот же она! В тот момент, когда, блядь, поднял дворники и сделал ещё хуже, потому что лобовое всё как бы сухое, с ним бы ничего не тучилось, а дворники все, блядь, обледенели. Вот так делаешь и всё нахуй! Вы только посмотрите, как они друг на друга смотрят! С ненавистью, блядь! Ой, блядь, бедолага там стоит! В общем, братцы, всем салам! Мы, как всегда, на канале Юра Волков, который только проснулся, и с вами, как всегда, Юра Волков, который только проснулся. В общем, братцы, сегодня у нас будет такой информативный, грубо говоря, видос без экшена! Без экшена! Ой, блядь, сука! Без всякой хуйни, у меня, кстати, сейчас я камеру не в руках держу, а через селфи-палку. Ну, я её тестировал, и, блядь, я заметил такие вот хрусты, слышно, вот я, не знаю, вот я вот так пальцами делаю, и вот почему-то в микрофон камеры это передаётся, я не знаю, сейчас будет вам слышно? Ой, блядь, уебался! Или нет? Ну, вроде, мне снимать так удобнее, удобнее поворачивать, но вот, когда я пальцами её трогаю, это, блядь, передаётся, сука, вам на микрофон, так что извините, постараюсь в следующих видосах это исправить, не знаю, может, как-нибудь обклею её. Первая часть ролика у нас сегодня будет информативная, там, о одной моей мысли. Вторая часть будет, как я поехал в Архы скататься на сноуборде. Давайте начнём с первой части, да? Начнём с того, что я задумал. Не факт, что это, конечно, всё сейчас получится, ну, не сейчас, но в ближайшее время, но я очень хотел бы, чтобы это всё получилось, смотрите. Вообще, начну с другого, начну с того, что с комментариев, когда пишут, ебать, ты Жигу убил, на неё жалко уже смотреть, блядь, да ебать, как ты её, такая же нормальная Жига была, убил, пиздец, вообще, это теперь хлам, это теперь, блядь, пиздец, металлолон, ебать, ты её убил в твоих руках, она умерла. Давайте, блядь, вспомним, для чего я её взял. Я её взял для того, чтобы убить. Она давна, да, блядь, давна, говорю, блядь, должна была давно уже умереть, очень давно, она должна. В планах я покупал Жигу на 3, максимум 4 ролика, чтобы просто вот так вот ехать. Захотел я вон ту собаку покормить, вот так вот руль вильнул, блядь, заехал на бордюр на скорости, блядь, 50. Проехал по тротуару, понял, что я не хочу накормить тротуар, а через бордюр вылетел обратно вот так вот сюда. Один день ездить, как долбоёб, по бордюрам, по лесу, блядь, по нахуй деревьям, по столбам, по тротуарам, по всякой хуйне. Один день поездить и разделить это на 3 или 4, ну, смотря, ну, когда машина умрёт, разделить на 3 или 4 видео, в чём вообще были планы. И как бы, ну, под конец, естественно, она умрёт, там чё-нибудь с ней сделать, там, въебаться в дерево и сдать её на разборку или на металлолом. Вот такие были планы, но когда я её купил, она попала слишком живой. Вот реально, за 30 тысяч, за 32 она попала слишком живой, и мне её стало жалко, блядь. И когда я её начал подкрашивать, просто, вот я хотел просто по приколу попробовать, вот подкрашу её, посмотрим, что получится. Когда я её начал подкрашивать, я в неё влюбился, не так прям, прям искренне влюбился, что прям вот я с неё пылинку сдувал. Но мне её стало жалко просто въебать, например, в дерево, просто въебать там, блядь, вот в какую-нибудь тачку, в ту, блядь. У меня ещё были мысли в фуру въебаться сзади, ну, просто. Короче, много было мыслей и идей, но все они куда-то делись, потому что, блядь, мне стало жалко эту семёрку, просто, вот реально искренне эта семёрка с душой. Есть вот жиги, которые, ёп твою мать, прям вот по ним, блядь, дерево или стол плачет, и, блядь, реально вот похуй. А вот эта жига, она с душой, как будто вот, как будто вот она так жила себе спокойно, работала на кого-то, работяга такая. И вот я такой долбой взялся, блядь, и начал её убивать. Я въебал её всего один раз в бэху случайно, и то в бэхах меня въебалась. Пока ещё, кстати, суд был 3 декабря, и его перенесли на 21, так что будем ждать 21 декабря. Не знаю, что там будет, но, в общем, дело идёт как бы. Крыло заднее так въебалось у меня, ну, меня въебали. Спереди я въебал только решётку и фартук, блядь, когда на троплинах прыгал. Оказывается, всё-таки я въебал фартук, блядь, мусора стоят, сейчас меня расклеят. Каким он взглядом меня проводил, блядь. Вот как так сейчас получилось, я не пойму. Я просто всегда, когда вижу мусоров, я даю газ в пол, чтобы он, во-первых, не успел меня разглядеть, не успел меня остановить, не успел подумать. Они же всё равно думают, как кого-то тормозить, типа, блядь, он в тонере или не в тонере, блядь. А когда ты быстро ухуеришь, он так, он в тонере или... Блядь, в тонере был, сука. А когда ты идёшь медленно, он, блядь, думает, думает, оба, в тонере и въебался. Короче, мне её стало жалко прям сильно убивать. Я, конечно, вратару ей немного дал. Но послушайте мою мысль. Для зимнего дрифта. Видите, какая у нас зима, блядь. И вот такая зима, я вам уверяю, вот такая вот зима у нас будет на протяжении всех трёх месяцев. У нас выпадет ночью как-нибудь снег. Под утро он там чуть-чуть, блядь, полежит. Потом он, наху, растает. Моя семёрка, она карбюраторная. И она что-то стала плохо тянуть. Надо, конечно, настраивать карбюратор, не это делать, но она стала плохо очень тянуть. И вот, например, вот я сейчас захотел бы вот этот поворот. Вот так бы я сейчас въебал вторую, блядь. Газ в под с перегазовкой сцепления бы бросил. И вот я бы начал боком бы заходить. Меня бы, да, занесло. Но вот сейчас бы я вот уже выровнялся. Потому что ей бы не хватило мощности. Колеса перестали бы боксовать. И она бы просто немножко вот так жопу занесла. Я на ней так же могу делать, блядь. И всё. И она бы ровно поехала. Угла бы дальше не было продолжения. Там, может, не захотела бы сделать перекладку или что-то такое. Она бы это не сделала, потому что ей не хватает мощности. Возможно, если я там от капиталю карбюратор, там, настрою всю хуйню охуительно. Возможно, она чуть-чуть так и сделает. Но всё равно это восьмиклапанный карбюраторный, блядь. Миллион летний двигатель. Сидеть вот так и ждать там снега, блядь, я не могу. И вот мне пришла в голову такая вот мысль. Я хочу, вот я сейчас еду смотреть. Ну, у своего друга, блядь, как бы я не еду смотреть. Я её видел, блядь, я на ней катался. Я хочу, короче, купить семёрку на шестнаре. Да, вот, блядь. Подумайте. Ты ебанул, только дай тебе четыре машины. Ну, вот, да слушай. Я её сейчас не покупать буду. Я её хочу взять, типа, в рассрочку. Потому что у меня нет денег её купить. Но я очень хочу жигать на шестнаре. Потому что я очень хочу снимать контент. Потому что я заебался, в поле выехал. Хуйню поделал. Я, блядь, хочу дрифт, нахуй. Я заказал себе выворот, блядь, эти рычаги. Красноярский выворот я себе заказал. Чтобы у меня был больше выворот. Но на неё смысл это ставить, если она не дрифтит, нихуя, блядь. Даже в поле не всегда дрифтит. Разъёбывать. Ну, просто это жалко, блядь, мне. Я хочу дрифт. Вот. И я хочу сейчас взять в рассрочку жигу на шестнаре. Я вам её покажу. Сейчас, возможно, прокатимся. Что я хочу вообще сделать? Вот я хочу взять эту жигу на шестнаре. Она уже на разварках. Она... Что-то там в ней уже есть. Ну, в общем, она прёт. Нормально прёт. Она стоит полтос. Как бы таких денег у меня нет, но я её хочу, блядь. Сейчас, если у меня получится договориться с пацаном, я её зацеплю. Что я думаю? Я её возьму в рассрочку. А белую семёрку после суда... Виноватым меня сделают, не виноватым. Но после суда я уже смогу чинить свою семёрку. Потому что многие пишут... Почему ты не выбьешь крыло, которое тебя въебало бэхо? Я не могу это сделать. Потому что если меня сделают вдруг правым, и мне надо будет ехать в страховую, показывать свои повреждения, я приеду с целым крылом. И мне скажут, типа, эээ... Ты дебил? И поэтому я её не чиню, блядь. Крыло не выбиваю, нахуй. Не заёбывайте меня с этим крылом, блядь. А то уже заебали. Пишут. Ты чё, не можешь крыло выбить? Сука, мог бы, выбил, блядь. Вот. Ну, не суть. Хочу починить её полностью по ходовой. Потому что семёрка, она дешёвая в обслуживании. И там, блядь, всю ходовую ей сделать. Ну, может, до 10 тысяч хуй, плюс-минус. Ну, не прям всё, конечно, менять. Самое такое необходимое. Починить её по ходовой полностью. Ебануть новый салон. Ну, это прям не точно. Не прям замахом. Ну, просто вывести, блядь, почти в идеал салон. И покрасить её. Хочу полностью. Восстановить, короче, её практически в идеал. Не прям вот новую машину сделать, но чтобы она на полтос точно, блядь, полтос, чтобы она точно стоила. Вот смотрите, сейчас ручник дёрну. Вот видите ли, вот. Опа. Бля, ну одной рукой и ногой рулить неудобно. Потому что я одной рукой снимаю, другой тяну ручник, а ногой рулю, блядь. Восстановить белую семёрку и разыграть её. Сделать гиф. Не буду пиздеть, не говорить, типа, вот я там ради вас просто хочу вам сделать приятно. Я на этом хочу заработать. Ну, без пиздежа хули. Я думаю, все это, блядь, всегда понимают. Ну, мне по кайфу будут сделать приятно подписчикам. Я думаю, многим так. Кто, блядь, делает гивы, розыгрыши. Естественно, блядь, я думаю, это не секрет, что блогеры на этом зарабатывают. Ну, это гиф, блядь. Сделать гиф, чтоб заработать. И я с этого гифа выкуплю, нахуй, эту семёрку, блядь, на шестнере. И смотрите, в чём вообще смысл. Я буду снимать контент про семёрку на шестнере. Как я буду дрифтить, пытаться учиться. Как я буду на неё ставить, как я буду дорабатывать. В планах поставить гидроручник. Ну, в общем, очень много доработок в планах. И будет контент о восстановлении. Она вот, сами видели, моя семёрка белая, она вся грязная. Подкапотка там пиздец, как будто динозавры ещё срали. В багажнике та же самая хуйня. В салоне та же самая хуйня. Потому что, когда я купил, я кроме как кузова, я вообще её не мыл, нахуй. Пылесосил только, блядь, под водительским ковриком чуть-чуть. Отхимчистить её, эту семёрку. И снимать об этом контент, как я её восстанавливаю. Как я чищу салон? Как я чищу подкапотку? Как я, блядь, там меняю всякую хуйню? В общем, один контент снимать про дрифт, подготовку, учения и вся подобная хуйня. Второй контент про восстановление, восстановление, по восстановлению, блядь, белой семёрки. Сделать её целку. Потому что, ну, я считаю всё равно моё мнение, что у меня вкус есть. И я считаю, что я смогу её сделать, блядь, красивой, достойной машиной, которая... Единственный минус в ней будет то, что она карбюраторная. И разыграть её среди подписчиков в Инстаграме. Сделать гиф, собрать спонсоров. И как бы всем будет приятно. И мне, и моим спонсорам. Всем будет приятно. Спонсоры получат подписчиков. Кто-то из вас получит семёрку. Получите контент. Я получу бабки. И также вы получите за счёт этого контент. Вот без пиздежа просто, без всякой хуйни там не буду, блядь, делать из себя святого человека. Чем лучше мне финансово, тем лучше вам, блядь. А чем лучше вам, тем лучше мне. Потому что вас становится больше. Вам становится интересней. Просмотры становятся больше. Реклама становится дороже. Вот она. Сейчас я вам покажу. Вон она стоит там. Затонировать её, блядь. Захуярить там. Ещё что-нибудь придумать. Короче, сделать из неё нормально. Она сейчас пиздецкая, грязная. Так-то она... Ну, она не дял, конечно, но... Короче, её преимущество в том, что она на шестнере. Вот. Она, как бы, выглядит тоже не очень плохо. Ну, далеко не плохо. Но, наверное, на камере ещё вообще охуительно. Блядь, на неё резина ещё надо будет. Короче, пойдёмте сейчас её посмотреть. Ща, короче, мы на ней прокатимся. Я вам её протестирую, блядь. Тут, короче, дрифт – моя жизнь уже, блядь. Вот так вот она, короче, выглядит. Так вот, открывается. Ой, блядь. Прям такая поплотнее моей жиги как-то, блядь. Дерь нормально закрылась. Итак, братцы, по традиции, угадайте, что я вам сейчас скажу. Надеюсь, вам что-нибудь видно. Коробка, блядь, от пазика, нахуй, как видно, блядь. Вай, блядь. Тахометр не работает. В общем, нормально её просто затонировать. И всё будет охотно. Блядь, бенз вообще в хламах. Интересно, это он пиздит или нет. Так, братцы, очень хочу, чтобы вам было что-нибудь видно. Так вот, вы смотрите вот сюда. Ох, блядь, сцепление, сука, рано, блядь, хватает. Блядь, у меня после этих ёбаного сноуборда руки болят больно, блядь. Руль крутить тяжело. Так, ну вне себя чувствуешь поувереннее, чем в моей. О, блядь, тормоза хуёвый, пиздец. Даже, по-моему, хуже, чем в моей. Сейчас, давайте просто ровно прокатимся. Она пусть прогреется. Блядь, ебать тормозам вообще хуёво, блядь. Бля, вот с тормозами это плохо, если честно. С тормозами печаль беда у нас. Ох, блядь, ебать, она ж жёсткая. Она ж посажена, да, чуть-чуть? Блядь, ебать, тут газ, блядь. Просто эта палочка какая-то. Да, ну как бы в неё тоже придётся вкладываться, блядь. Вот это печально, конечно. Немного, ну вот газ в пол. Да не, ну она прёт, но не тормозит. Вот газ в пол. Охуеть, просто на асфальте, прикиньте, так. Еб твою мать, ну и вон она. А, ну да, она на заварке. Заварка её тормозит, как бы вообще. Блядь, как тяжело. Вот смотрите, тормоз в пол. Вот смотрите, скорость 20. Блядь, она вообще не тормозит. Как на ней есть? Не, ну тормоза по-любому надо будет делать. Смотрите, вот газ в пол. Ой, тормоз. Передние вообще не тормозят. Она как будто охуеть. Блядь, что-то случить там, блядь. Обычная ситуация. Ты едешь на семёрке, на шестнере. И перед тобой поворот. Естественно, что ты будешь делать? Блядь, машин дохуя. Так, там просто ямка была. Я остановился, потому что там ямка была. Но она очень легко, блядь, занеслась. Я на своей семёрке так даже на снегу, блядь, никогда не делал. Ебать она легко, блядь, дрифти. Ебать там баба вахует. Бля, ну тормозов вообще нету. Ну его в пизду. Блядь, на неё ещё надо будет зимнюю резину покупать. Сука. Нихуя себе. Надеюсь, у неё колесо не отвалится, блядь. Ну орёт она пиздец. А, блядь, она четырёхступенчатая, ёб твою, блядь. Да ну нахуй. И, блядь. Ну ладно, хуй с тобой. Четырёх так четырёх, блядь. Так. Сейчас, короче, по трассе чуть проедем, а на другую дорогу немножко выйдем, посмотрим. Блядь, надо учитывать, что тут тормозов нихуя нету. Я тормаживаться нахуй за три километра. Так, блядь, я почти в пол давлю, я вообще похуй. А ну. Блядь, вот я почти в пол давлю, да ну нахуй. Блядь, вот я почти в пол давлю, да ну нахуй. Ой, блядь, сука, она не тормозит. Блядь, нет, тормоза ей точно нужны в самую первую очередь. Потому что я жал газ в пол и руль очень маленький, блядь. Блядь, я очень тяжёлый. Опа, козель в ахуй, блядь. Здарова. Это, по-моему, мой дядька просто. Нет, что-то она на второй затухла. Но всё равно вот сухой асфальт. Давайте кинем вторую. Не, ну чё-то есть, как бы из этого можно выжать. Смотрите, если на сухом асфальте она даже может такую хуйню делать, то она немного намок. Ну, конечно, он немного заледеневший, но немного, когда он будет мокрым, можно прям снимать полноценный контент, дрифт и прочую хуйню. Смотрите. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, сзади машина вахтует. Не, ну чё-то в этом есть, я вам скажу. В первую очередь 100% нужны тормоза. Во вторую очередь 100% нужен выворот. Ну, тормоза, конечно, поважнее будут. Но, блядь, я думаю, стоит её брать, потому что на своём Симаке я даже в мокрую дорогу такого, блядь, такого не смогу вытворять. Но всё равно это сжига, всё равно она будет ломаться, всё равно в неё будут нужны вложения по-любому. Сложная, блядь, сложная хуйня. Если бы я сейчас мог её вот взять, с кармана деньги вытащить, её и купить, я бы это сделал. А когда надо брать её в рассрочку, к тому же плюс ещё вкладывать в неё деньги, это сложно, потому что ты как бы за машиной, это ещё не твоя машина, ты за неё ещё торчишь бабки. Ты в неё должен вкладывать, чтобы она ехала и чтобы ты снимал контент. Поэтому сложный выбор. Я ещё думаю, не факт, что следующий видос будет дрифт на жиге, блядь, там я куплю жигу на шестнаре и тому подобное, ой, блядь. Но это возможно, я не знаю, я буду думать, буду решать, короче, хотел проверить, работает ручник или нет, и такую руку тяну и такой хуяк. А тут его просто нету, блядь. Чё мне дёргать? Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Бля, руль маленький, а я в куртке, и я, короче, его когда быстро кручу, я его теряю, он ещё тяжёлый. Мне непривычно, надо, блядь, свой вкус сюда поставить. Наверное, многие ставят маленький роби, потому что им удобно, но это, скорее всего, я в куртке. Я руки вот так вот, блядь, как-то... Чё-то у меня не получилось в моменте. Может, конечно, это я, долбоёб? Сейчас, может, в последний раз зайдём в поворот. Блядь, что-то вторую брать. М-м-м... Давай, как-то... Короче, братцы, я обязательно жду ваших комментариев. Как вам такая идея, чтобы купить Симак на Шеснаре, а белую семёрку восстановить, привести её, блядь, ну, близко к идеальному состоянию и разыграть её для вас, чтобы она могла достаться одному из вас. Жду вашего мнения в комментарии, братцы. Ну, а сейчас переходь к горнолыжному курорту. Я, блядь, раньше хорошо на сноуборде катался, сейчас что-то хуёво. Ну, насколько хуёво и почему, смотрите, блядь, дальше. Ну, давайте быстренько расскажу вам снова о таком сайте, как Apix. На этом сайте вы можете приподнять свои бабки, ну, буквально за считанные минуты. Покажу вам, как играть. Вот, ставлю 1000 рублей, нажимаю играть. И вот идёшь к вас с коэффициентом. На этот коэффициент умножится наша сумма, а вот, в общем, крутится наша сумма. Чем выше она поднимется, тем больше бабок мы получим. Так, давайте не будем жадничать, заберём досрочно. О, бай, она вот прямо сейчас сгорела вовремя, мы забрали. В общем, тоже есть с этого свой риск. И, грубо говоря, сколько там? Весь чем-то за один раз мы выиграли. И также, в чём ещё плюс этого сайта, на этом сайте есть кэшбэк. Чем дольше ты хранишь деньги на сайте, тем больше Apix начисляет бонусов к твоему балансу. Ну, это типа как в банке. А ещё на этом сайте также есть отзывы, которые оставляют реальные люди. Можете зайти и сами посмотреть. А ссылку на Apix я оставлю в закреплённом комментарии. Залетай и выигрывай. Ебать, ты чё за уебан скажете вы, блядь. Короче, блядь, мы в Архизино. Сейчас будет оперская езда на сноуборде, блядь. Ебать, чё за очередь, блядь. А я забыл, как надо обуваться. А какую, блядь, одеть? А какую ногу лучше засунуть? Ты на которую ты ходишь? Я, блядь, на двух хожу, блядь. О, ебать, я вспомнил. Дай, блядь. О, нихуяси. Не, я упаду. А нельзя, блядь, без сноуборда? Нельзя пешком пойти, блядь? Слышь? Давай, можно попросить? А этот пиздюк туда. Хехе. Хехе. Ааа. Малко мне не кидаться. Ее хищно. Блядь, главное, чтоб у него сноуборд не пизданулся. Ай, блядь, поколи... Ай, сука, на ка. Ебать, сюда бы на Симаке приехали. Я бы спускаться. Блядь, ебать, не повезло. Как спускаться? А мы куда сейчас едем? Нет, я имею в виду, с этих. А почему так же, просто тебе, там, как у курочек, ты открываешь? Блядь, интересно, сколько раз я пизданусь сегодня. Блядь, покинь-ка, он по ебалу упадет сноуборд, блядь. Он же охуеет. Бля, ебать, я всех буду бесить сейчас. Я же буду сейчас падать. Нет, вот этот большой, да, это для охуевших. Я сначала по тому попробую. Видишь, тут все падают, блядь. Там самый легкий. Где? Ебать, тут на Симаке бы охуярил. Хулею ему, будет бы. Нахал он снег лопатой куда-то носит. Он с одной бочины на другую хуевлю. Ой, я боюсь, как? Да нормально, просто прыгай и беги, блядь. Да просто не ссы. Я сам боюсь, блядь. Поем, поем, поем. отойдите то люди там будьте а я вторую ногу забыл поделить подожди ян вставь мне ногу ям бля как ногу вставить я кого на ноги становлюсь я еду бля с вами главное не бойся по плану не бойся падать а кот едешь она туда решила гору поехать да давай едь я забыл как ездить у меня ноги связаны ой ребенок уходи на ян форра подождите нормально все я приехал да не бойся палкой не маши там ребенок на чего пойдет поехал кай давай к соне помогай чё ты лежишь надеется что я к ней подъеду блядь да как встать чё на меня смотрит бля как встать ёпта наймите мне инструктора блядь о блядь давай они не надо да мы в ютубе посмотрим нормально ян дай руку за него гублю ноги связаны да как встать ой а встав чё ну иди да я щас опять упаду я встать не могу бля ебать я еду блядь сейчас опять упаду да не падай ебай я не упал а как поворачивать бля я забыл а вот так ой блядь да ебаный в очина блядь зачем ты падаешь я блядь а я я на еще могу упасть для я забыл как надо ехать нам еще задавят тут блядь стой бля я забыл принцип чё блядь стой блядь легко сказать блядь меня бесит это как вставать блядь блядь как я еду я ну в смысле я не могу понять как я еду блядь я забыл на какую ногу надо там усилия блядь на куб правую бля вот я как-то поворачиваю я не пойму как я это делаю просто случайно от саму технику я не понимаю блядь а девушка садишься охоте да блядь как повернуть и сука бля бля короче это пиздец жарко нахуй я ебал от сноуборд ноги блядь что колени сейчас на другую сторону нахуй выгнутся мне задавили я посреди трассы лежу опять блядь в прошлом году сука катался нормально научился кататься прям с кайфом хуярил тут блядь по 200 нахуй сейчас что-то я забыл технику как надо правильно куда-то ногу наклонять куда там блядь коленку ну давайте пробовать о блядь хуле раньше так не задумался блядь да ну нахуй нет 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 а стой сука чё чё поехали домой бля сука опять вставать ян подними меня блядь я назад еду я сейчас упаду в обочину ёб твою нет о чё да он туда едет да у меня руля нету блядь чё сказал да ну нахуй ползи сюда просто на коленке упади ползи блядь сука ёб твою сука я в забор въебался нахуй его тут поставить опять вставать сука бля опять он не едет дайте мне палки свои бля надо лыжи брать обгони соня пизданулся бля опять вставать сука ну а еху молодец ой бля ну а стойте ну ничего я приехал миленький страшно пизданки чё-то страшно беру хихихихиха бля мне ногам больно я уже заебался блядь да я не туда еду о еба развернулся я еду о ёб твою мать ай по о моя жопа обьетьте меня а а прям дыркой бля а шука ай бля хахахаха моя жопа эй я жопу отбил да ни чё нормально ай бля Теперь срать больно будет Эм, надо полежать Фу, блядь, сука, нахуй я Упал, ой, сука Да я просто жопу отбил Блядь, я какой-нибудь долбой, как я, меня собью Вот, пиздонулась Блядь, рули, сука Нет, нет Бля, Ян Эвакуатор, блядь Вызывай эвакуатор Трос Блядь, да подождите, я еще на жопу упаду Вот, ну сейчас тебе не Ебать Блядь Ебать, я выехал Че? Я на выход Я не понимаю, куда я еду Блядь, я въебусь в забор Я не могу Вот так, когда еду, не могу Повернуть, короче, блядь Да я ебать Пу, какая у меня нога Блядь Да иди нахуй Блядь, не могу Че она не крутится Блядь, она не туда поворачивает Поворачивайся, сука Вот, видишь, теперь я вправо еду Блядь, перенеси на правую ногу вес Да видишь, она, блядь, в обочине Мне пизда, Ян, тут обрыв Блядь, останови эту хуйню Ну и пизданулся А как у людей? У людей ровно У всех? А, блядь, реально ровно А че за еб твою мать Какой дебил мне это сделал Ну это настройка У него тоже ровно? Не, у него чуть криво Ну чуть-чуть, да У него чуть-чуть вообще Я думаю, че у меня нога сломана Ломается, блядь А ну попрыгай, очистит с ним Еб твою мать Сейчас бы опять не встал Ну же сами сможем, поехали Блядь, но у него не так, да, криво? А давай сейчас я сниму Вот я ровно ноги держу Так я могу ехать Она у меня ломается из-за того, что Ну, пидарасы наебали меня Да, это из-за ноги Я просто качусь А у меня нога сама поворачивает Блядь А я в забор наебнул Падаю Я первый раз Ай, блядь Ай, блядь Крутись Еб твою мать О, ебать, крутанулся Короче, мы перекрутили тут Вручную сами все, бля На глаз Ай, блядь Ай, блядь, сука Ай, блядь Бля, мне кажется, он пизданет Не пизданет, не очкость Блядь Правильно, правильно Тоже пизданет Не пизданет, не очкою, блядь Ну, сейчас, кто-то ждут Эти гримы, когда нет Надо встать Блядь 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 Короче, мы едем на самую высокую, блядь Блядь Да, точно А чё они обратно в автобусе едут? А, это, возможно, кто видит А, там бабуля просто Ебать, чё за озеро, блядь Это, вот как раз-таки, и есть Таба, да С которой я делал С鬼 Ора, блядь Страшно Сейчас не откроется Даже дед сказал, блядь, говорит, сноубордисты везде химичат, блядь. Это включено в стоимость? А у меня просто денег должен. Работил встал. Нереально встал. А я не. О, даже вставать я могу теперь. Это все из-за этой хуйни было. И прыгать могу нахуй. Че? Блядь! Почему? А, ну да. Блядь! Блядь! Он сам затормозил. Не, ну возможно. Ну хуй. Сука, я рукой уебался. Блядь! 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 А, обрыв! О, встал, пошел, хас, блядь! Ебать! 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 Блядь! Да, блядь, не дрифтите тут. Да так даже веселее. Все, блядь! Оперская езда. Ебать! Оперская езда. Ой, блядь! Я похож на профессионала, блядь? А, как повернуть? Ебать! Блядь! Вас Юра Волка! Субтитры сделал DimaTorzok Два, все столбы собрал, блядь О, я от него встану Ай, блядь Нет, тут мягенько Да, кстати, здесь снег очень взрывает Блядь, что такой спуск большой, блядь Да отстань, блядь О, блядь Аккуратно, не въедете кювет Блядь, он Ой Стойте, блядь Так, хватит Блядь, ты уходи Ты новую трассу ищешь? Да он сам, блядь Сука Помогите Бля, я назад скатываюсь Мягкий снег, да? Короче, я так понял Бляди, Степаны, так пожалуйста Да луки Достанешься Тормози меня Блядь Тормози Бля, как они так хуярят? Да, да, да. О, как хорошо с горки скатились, а? О, она училась так. Так. Продолжение следует.